доброе утро ребята приветствую вас на торговой сессии среды снова возвращаемся к нашему ежедневному брифингу подведем итоги вчерашней торговой сессии посмотрим на что можно обратить внимание сегодня ну и в перспективе если это долгосрочная идея нескольких недель внимательно смотрите за брифингом сегодня собственно как и вчера обозначу кодовое слово что касается бонуса который сегодня вы можете получить назвав это кодовое слово своему менеджеру напомню что это плюс к тем акциям которые действуют в рамках нашей компании то сегодня этот бонус семь с половиной процентов кодовое слово произнесу ближе к середине брифинга ну или концу в общем как пойдет поэтому давайте ребята начнем традиционно с анализа российского рынка нефти и рубля и я думаю что вы уже предвосхищаете мой вопрос касательно того открыли графики или нет думаю что открыли хорошо бренд давайте посмотрим на динамику главного экспортного актива для российского рынка черное золото вчера по итогам торговой сессии смогло продемонстрировать локальный рост снова вернулась в район 62 86 там порывается чтобы оказаться рядом с отметкой 63 но в целом наша фундаментальная идея она неизмен она касается того что нужно делать полномерную ставку на соответствующую коррекцию этого актива и есть еще несколько аргументов которые легко могут усилить наше представление о коррекционном будущем этого инструмента во-первых вчера были опубликованы данные по запасам нефти сша это частная оценка api и в этот раз если несколько недель назад вподряд мы фиксировали по факту выхода этого отчета и этих данных о снижении запасов то в этот раз api сообщили о том что запасы выросли а значит сегодня мы можем услышать также о возможности роста предложения нефти в сша уже со стороны амин энергии это более крутой более строгий и официальный отсчет я думаю что если запасы действительно вырастут уже исходя из официальной оценки а нефти сможет получить еще один пендель для того чтобы полететь вниз и к нашему а целевому а параметру обозначенном в районе 61 60 и что касается общего а предложения эту идею мы с вами обсуждаем довольно таки а долго пытаясь комплексно анализировать рынок и находить дополнительные аргументы в пользу скажем возможного в перспективе баланса между спросом и предложением по энергии ресурсов но в целом исходя из общей динамики последних недель разумеется мы можем делать выводы только о том что увеличивается предложение но вот спрос никак не может выйти на соответствующие уровни чтобы компенсировать факт о существенного предложения на рынке энергоресурсов переизбыток с этим спорить не нужно последние два заседания опека констатировали решение того что дневная выработка нефти составляет 30 миллионов баррелей в сутки но честно говоря от этого показателя от этого уровня мы отошли довольно таки давно потому что прекрасно понимаем что стоит оценить только реальные объемы добычи со стороны ключевых представителей нефтяного конгломерата картеля и получается у нас цифра уже более превосходящий если месяц назад взвесив скажем как раз общее производство в рамках опек мы выходили уже на показатель совокупного производства в день на уровне 31 миллион с небольшим то по итогам прошлого месяца опека снова увеличил добычу в этот раз на 750 тысяч баррелей в сутки и получается что текущий объем выработки уже превышает 32 и 2 миллиона много тем более что если мы посмотрим на удовлетворенность спросом этого показателя я считаю что здесь и радоваться нечему здесь и к сожалению проблемы смотрим сразу на китай и давайте оценим сегодняшний макроэкономический отчет по индикатору производственной активности по версии hsbs это тот показатель который характеризует состояние промышленного сектора то есть если мы получаем хорошие сигналы со стороны промпроизводства значит учитывать то что это ключевой базис для показателя ввп можно надеяться на соответствующее улучшение и потепление скажем климата в рамках экономики в целом показатели час бисе в этот раз снова в отрицательной зоне в отрицательной зоне для подобных индексов ниже 50 который отделяет восстановление от стагнации 49 и 4 если быть совсем точными в этот раз отчет не просто продолжил находиться в красной зоне ниже 50 он существенно не дотянул до прогнозных ожиданий поэтому как ни крути здесь вывод напрашивается сам собой экономика китая продолжает затухать хотя это весьма громкое слово но по крайней мере испытывать серьезные проблемы и эти проблемы уже стали причиной того что темпы экономического роста для одного из самых динамично развивающихся рынков которые раньше находились выше семи с половиной процентов это сейчас неизбыточная мечта потому что с учетом такой статистики с учетом актуальных проблем ввп китая сейчас в лучшем случае может продемонстрировать прирост в 6 и 9 7 процентов а может быть даже и еще хуже поэтому возвращаемся к нефти разумеется такое предложение будет приводить к увеличению объемов на рынке на этот объем не будет находиться соответствующего спроса и в целом как косрочно может быть до локально можем увидеть и возвращение в район 64 65 но я думаю что если мы замокнемся на среднесрочные долгосрочные идеи здесь стопроцентная коррекция и фактическое снижение как минимум к уровню 60 по крайней мере бодаться с таким фундаментальным фоном будет очень трудно что касается рубля поскольку вчера нефть показала восстановительную динамику ослабление российской валюты несколько приостановилось но мы все равно зафиксировали скажем день и текущие вот рынок скоро откроется я думаю что все равно будет ценовое значение рубеже в районе 55 50 то есть пара будет приближаться 56 если коснуться ключевых идей по российскому рынку мы на прошлом брифинге также собственно сообщили о том что это системные проблемы характерные для российского рынка это удручающие показатели по темпам экономического роста сейчас уже по факту по сути завершившиеся двух кварталов рецессия превышает находится в районе пяти процентов вы представляете что будет концу года если скажем экономике не удастся найти те байсы которые позволят снять эти негативные факторы характерны для российского рынка плюс ко всему если говорить о непосредственно про соответственно российский валютный актив здесь имеются соответствующие действия со стороны центрального банка вы знаете то что цб продолжает покупать валюту это также ключевая идея которая позволяет надеяться на такое позиционное давление на российскую валюту и то что центральный банк так активно взялся за рубль уже говорит о том что прежних крепких уровней по рублю там 50 с небольшим 51 52 я думаю мы в ближайшее время вряд ли увидим потому что цб держит руку на пульсе и уже сообщалось что в случае чего объемы могут быть изменены я думаю что вы все прекрасно понимаете что речь идет не только о возможности снижения этих объемов но и может быть речь идет о возможности обозначение новой планки по максимальной покупке в день больше 200 миллионов долларов поэтому если еще один риск а санкции они также уже говорили разумеется это еще одна тема которая дестабилизирует там экономическую обстановку в стране потому что а санкции затягиваются а значит создаются условия для снова проецирования негативных факторов которые уже сказались на российской экономике по причине действия прошлого периода финансово-экономических реакции и сейчас по сути новый период новые вызовы для российской экономики вот так чему они приведут покажет конечно же время но пока радоваться нечем хотя в последний год я не думаю что кто-то радовался по перспективам российской экономики рубль наша цель еще раз напомню ожидаем очередного витка девальвации движения в район 58 59 пока туда и делаем ставку переходим к более насущному сейчас валютному активу это евро открывайте графики посмотрите вчерашняя торговая сессия была закрыта в районе 1 11 38 сейчас пара корректируется в район 1 11 и разумеется главной темы по-прежнему остается Греция и неразрешенные вопросы стройка корректоров вчера состоялась очередная телеконференция где обсуждалась возможности возобновления финансовой поддержки со стороны тройки корректоров к сожалению эти переговоры в очередной раз ни к чему не привели договорились созвониться или встретиться не знаю точно в каком формате пройдет сегодняшний саммит и встречи но в общем в течение сегодняшнего дня можно будет ожидать дополнительные новостные сообщения по греческому вопросу поскольку сегодня стороны снова будут обсуждать возможности выхода из греческого долгового кризиса вы знаете что вчера греция должна была погасить долговое обязательство перед международным валютным фондом на сумму в 1 6 миллиарда евро обязательство было погашено обязательство не погасили и по сути не исполнение своих обязательств перед международным валютным фондом перед одним из основополагающих международных институтов это фактическое признание технического дефолта хотя честно говоря может быть даже технически уже слова избежать но можно говорить про дефолт единственное что на средствах массовой информации сейчас активно не афишируется тема возможности дефолта потому что все прекрасно понимают что ситуация может быть смещена и на позитивный лад если греция все-таки в ближайшее время найдет общий язык стройка коридоров договориться стройка коридоров пойдет им на встречу поставить ликвидности необходимую для поддержания стабильности финансовой системы исполнения долговых обязательств как только эта ликвидность поступит на счета греции они исполнят свои обязательства перед международным валютным фондом и в общем ситуацию начнем понемногу забывать это конечно же самый позитивный сценарий на которые сейчас стоит надеяться только самым искренним оптимистом что касается большей реальности и действительности здесь оптимизма куда меньше потому что переговоры продолжаются уже довольно таки давно может быть это часть переговорческой тактики греции которые хотят выбить более приемлемые условия для себя договориться на тех скажем по тем базисным пунктам этого потенциального соглашения которые были бы выгодны им но пока договориться не удается поскольку мы знаем что тройка по-прежнему обозначает старые требования старые меры они неприемлемы для греческого правительства и по сути эти меры загнали грецию в тупик и стали причиной средствами которые в это воскресенье там пройдет референдум это волеизъявление народное голосование на тему того как население относится к программе финансовой поддержки со стороны тройки и насколько эти условия они считают приемлемыми для себя потому что в конечном счете вы прекрасно понимаете что тройка настаивает на реформирование рынка труда законодательной системы пенсионной системы и по сути требует снизить зарплаты пособия пенсии и разумеется даже увеличить количество налоговой нагрузки то есть ужесточить фискальный режим и в конечном счете все эти меры буквально до единого будут ложиться на плечи граждан и населения греции поэтому референдум сейчас очень важен именно того как проголосует народ в плане этого вопроса приемлемы ли эти меры лет будет зависеть уже дальнейший исход и дальнейший этап раунд переговоров остройка корректоров если посмотрим сейчас на общественное мнение а именно на позицию думаю что если отслеживали новостные сводки комментарии в греции уже началась полномасштабная акция протеста забастовка население требует чтобы обязательно нужно принять те требования которые сейчас выдвигаются со стороны тройки потому что нужно сохранить стабильность финансовой системы и нужно сохранить свое членство внутри валютного блока хотя знаете также читал эти комментарии в основном те кто сейчас принимает участие в забастовках это те кого выгнали работодатели в плане того что идите бастуйте нужно сейчас договориться строки корректоров потому что разумеется в условиях когда закрыты банки ни о каком нормальном бизнесе речи быть не может банки закрыты до понедельника кроме того мы говорили и уже отмечали тот факт что установлен лимит на снятие наличности в районе 60 евро поэтому переговоры продолжаются очень важен факт то что раз греция вчера не исполнила своего долгового обязательства сегодня по сути в ходе встречи будет обсуждаться возможности сохранения либо уже отказа от программы экстренного финансирования со стороны европейского центрального банка и на текущий момент ецб пожалуй единственный институт который продолжает поддерживать а грецию в рамках той программы которая обсуждалась ранее уже не идет речи об увеличении на объемах этой программы поскольку разумеется греция мало-помалу скатывается в пропасть но прежние объемы еще действует и есть такой тонкий нюанс если в договоре он в частности прописан если греция не исполняет своих долговых обязательств то есть по сути не платежеспособными становятся банки значит ецб может принять решение о прекращении выделения ликвидности через канала экстренного финансирования поэтому сегодняшняя торговая сессия может быть интересна еще тем фактом что греция фактически на грани того чтобы лишиться полностью источников финансирования если это произойдет это будет впервые за пять лет и это будет начало полномасштабного дефолта который сначала начнется через выборочные дефолты внутри страны скорее всего они начнут срабатывать по принципу цепной реакции и по принципу домино и в конечном счете это выведет на очень масштабное суверенное банкротство которое наверное по развитым рынкам мы не видели уже довольно таки давно если вообще обидели про развивающиеся рынки я сейчас не говорю поэтому ребят давайте сделаем вывод на этом фоне неужели евро имеет основания для роста я считаю что абсолютно никаких оснований для роста евро не имеет краткосрочно может быть увидим локальные всплески интерес оптимизма может быть какой-то позитив проскочит но в целом мы ориентируемся на сакральную следующую сакральную для греции дату это день референдума то есть это воскресенье поэтому можно уже забежать вперед и сказать что в понедельник нас скорее всего не скорее всего а сто процентов ожидает очередное открытие с гэпом и может быть даже это гэпное открытие будущее гэпное открытие будет куда более превосходящим чем тот гэп и ценовой разрыв который мы наблюдали в этот понедельник теперь что касается статистики вчера было много статистики европейского происхождения в частности рынок труда германии здесь все плохо ожидали сокращение количества безработных на пять тысяч снизилась всего лишь на тысячу роличные продажи еще хуже минус 0,4 процента прогноз роста на 2 с половиной процента индекс потребительских цен но здесь в качестве негатива можно наверное обозначить только тот факт что индекс перестал расти а значит по-прежнему возникают угрозы возобновления снижения этого показателя в дефляционные риски и если так может быть в ближайшее время если мы наконец-таки спустя неделю или две наверное в худшем случае закроем греческий вопрос переключимся на другой макроэкономический фон то думаю что с учетом таких показателей по инфляции можно будет анонсировать и готовиться к более агрессивному а выкупу активу поскольку разумеется единственный инструмент который сейчас направлен на потенциальный разгон уровня инфляционного давления в стране это как раз программа количества смягчения которая продлится до сентября 2016 года но некоторое время назад мы помним были комментарии заявления со стороны голосующих членов и цб о том что программа количества смягчения при необходимости может быть увеличена это так фактор фундаментальный фон ближайшая перспектива сейчас конечно же мы ориентируемся на грецию поскольку я сообщил о том что по германии было опубликовано несколько очередных слабых макроэкономических отчетов значит можно сделать вывод о том что восстановление которое как раньше нам отмечалось составное руководство цб является стабильным и уверенным и германия возвращается к статусу локомотива европейского центрального банка темпы этого восстановления реально начинают сбавлять обороты и еще один негатив который говорит против европейской валюты поэтому если мы сейчас переключимся на ключевые инвестиционные идеи со стороны инвестиционных банков рейтинговых агентства крупных фондов которые также делают статистические прогнозы я не думаю что вы найдете хоть у кого-то ожидания того что евро в ближайшее время сможет скажем вернуться в район 1 15 либо продолжить восходящее движение еще выше все обозначают коррекцию к очень глубоким уровнем минимуму 1 0 5 а многие инвестиционные банки сходятся во мнении что ближайшие скажем 7 8 месяцев коррекция может завести пару в район паритета я имею ввиду пару евро доллар что касается доллара японской иены откройте графики посмотрите закрытие вчерашней торговой сессии 122 50 текущие актуальные котировки а примерно 122 70 где-то так поэтому сейчас если оттолкнуться уже от закрытия вчерашней торговой сессии посмотреть на актуальные котировки мы видим то что а доллар продолжает точнее возобновляет восходящее движение я считаю то что она абсолютно оправданно интересных макроэкономических отчетов по сша вчера не было но состоялась конференция еще одного представителя фрс буларда где по сути уже третий представитель федеральной резервной системы за последние семь дней высказался в пользу того что ставки необходимо повышать как можно скорее чтобы не допустить образование финансового пузыря он разумеется американской экономике сейчас нужен меньше всего поэтому сроки булард конкретно не обозначал просто коснуться темы того что до конца этого года вопрос первого ужесточения за последние десять лет стоит закрыть и сейчас это мы помним в качестве консенсуса прогноза либо сентябрь либо декабрь в общем времени остается чуть-чуть если мы обсуждали эту тему год назад понимали что перспектива размыто сейчас по сути два квартала шесть месяцев для такой серьезной инвестиционной идеи это немного поэтому можно продолжать делать ставку на нарост американской валюты лучше всего этот фундаментальный фон и эту инвестиционную идею отыгрывать соответственно через тандем доллара и японской иены и еще из отчета вчерашнего дня были опубликованы данные по ввп англии локально этот отчет оказал поддержку британцу поскольку действительно статистика вышла неплохая 2 и 9 прогноз фактический показатель против прогноза 2 и 5 но фунту который сейчас больше подвержен общему рыночному настроению а общее рыночное настроение у нас формируется европейская валюта все-таки не удалось закрыть день в позитивной зоне очень важный комментарий который был сделан по факту выхода статистики по ввп заключается в том что монетарные власти по-прежнему обозначают возможность повышения процентной ставки только весьма размытой перспективе это наверное не раньше семнадцатого года поэтому любой локальный позитив как косрочно может быть его и можно отыграть но все-таки средний долгосрочно нужно прекрасно понимать что сейчас а рынок лишен ключевой фундаментальной поддержки способный вернуть фунт там в район 1 60 я считаю то что и продолжаю настаивать с учетом макроэкономического фона и тех аргументов статистических которые мы получаем что фунта является одним из самых перекупленных активов и сохраняет потенциал для коррекции и что касается кодового слова на сегодня это клевер напомню что бонус составляет семь с половиной процентов он действует до нашего следующего брифинга вопросы есть большое спасибо за внимание ждем дополнительных вопросов на нашем официальном канале о маркет составлять их под видео окном всего доброго до свидания